Микс Ньюс Микс Ньюс Ох, 10 лет назад, да? Да где-то так Ну, фестивальная была пора такая больше И у меня была высокая ангажированность Предложили вот замечательный вкус у Балтик Интернешнл концерта И продюсера Андрея Лобова Они мне прямо, не я навязывался, они мне в прошлом летом так намекнули, что давно не было концерта Давайте вместе сделаем Всегда приятно, когда тебя приглашают без приглашения Я стараюсь вообще ничего не делать И вот так совпало Поэтому 1 августа не пропустите Дзинтери Наш любимый зал в Юрмале в 19.30 Начнем и будет ударный рок-н-ролл До последней электрички Ну, наверное, да Постараемся быть интеллигентными Я залез, сразу же посмотрел на официальном сайте райдеры и удивился Где вообще эти лимузины, белые розы, какие там Нет, что? То есть там главное требование, чтобы обеспечен был живой звук Ну, рок-н-ролл теряет смысл без живого звука Это никакой не подвиг, знаете Мы не умеем под фонограмму качественно ничего делать Только телесъемки, когда проходят И второе, это огромное удовольствие Играть концерты для меня прежде всего И лишать себе этого удовольствия Мы не собираемся ни в Юрмале, ни в других местах Поэтому это мы гарантируем Самая неизвестная песня, наверное, будет «Московский бит» Ну, так примерная, конечно, иронизирую Но мы играем порядка У нас нет плейлиста никогда под ногами, как мы играем Мы знаем, что начнем там с какой-то песни договоримся И примерно закончим, знаем какой А вот то, что будет между ними, это абсолютно такая жизнь Потому что люди разные приходят Я прямо чувствую, что нужно в этот момент А мои ребята, естественно, по намекам По каким-то первым словам рассказа Понимают, что будет играть И поэтому мы не пишем никогда этой бумажки под ноги И взгляд мой всегда обращен к тем, кто сидит в зале А не на подсказки на какие-то Вот в одном из интервью даже фраза была «Рок-н-ролл должен шататься» Обязательно, конечно То есть это касается и самого звука И я понимаю, что это самого репертуара Тут есть очень замечательная история Это словосочетание Впервые сказал диджей Алан Фрид Когда объявлял песню Билла Хэлли Кометы «Рок-н-ролл» 12 апреля 1954 года Вот он взял в эфире и сказал, что сейчас будет рок-н-ролл Это выражение использовали американские моряки Когда сильный шторм Качка дословно фактически То есть сейчас вас, ребята, качнет хорошо А это замечательная, старшая уже классическая музыка Во-первых, которая играется негромко В отличие от хард-рока Или его более молодых братьев И второе Вот в этой живости и неаккуратности Такой, которая присуща, кстати Роллинг Стоун, которых я очень люблю И есть вот жизненное дыхание А когда вы играете под клик Под, вот, сказать, подклад какой-то Который не дает вам ни вперед, ни убежать Ни чуть побыстрее сыграть Как-то затянуть И немножко припев То есть ретануто сделать, как говорят музыканты Образованной То он теряет смысл рок-н-рол Поэтому будет все 1 августа в Дзинтере На полную катушку раз Второе, энергично Я, несмотря на свою возрастную группу Люблю играть энергично С перемещениями по сценам Я весь радиофицирован Чтобы можно было Каждому, а то еще и в зал пойдем Если надо будет Бывает и так И второе, вместе можно будет спеть Мы много песен делаем Возможность залу Поучаствовать Потому что Мне повезло Я написал вместе с Женей Хафтаном Браво и без него уже В сольном Ну, песен 15-20 даже Не 3-5 Которые пело Все советское пространство тогда еще Ну, то есть география широкая И поэтому слова вы точно знаете Вы, может, даже не знаете Скажем, мы сыграем, например Наверное Блюз Шанхай Песню, которую я написал Для Жени Маргулис Он ее принес Машину времени И она все эти годы С начала 90-х Бессменно в репертуаре Машину времени А написала ее На всякий случай Я Вместе с Женей Естественно, его музыка Мои слова И вот это такая Из удивительных Обязательно сыграем Что-нибудь Вот знаете Музыка Это ж пароль поколения Мы играем Одну-две песни Либо это Московские окна Либо Главные ребята Сердцем не строят Вот такой, знаете Делаем Хороший вкус Отражение традиции У нас, да Вот есть в студии Кстати, диск Сюткин Джаз Который С которого мы Сюткин и Лайт Джаз Да, вот так коллектив Назадим Лайт Джаз Вот мы сыграем Что-нибудь Из-за этого Репертуара Наверное И первоисточник Можно и Рок-Аранзу-Клок Или какой-нибудь Джам-Джай Вол Старый Рок-н-ролльчик Один Но это для того Чтобы не было Эффекта Одной длинной песни Вот я как Сам составляю Всегда свои концерты Свой плейлист И отмечают Очевидцы Что наш концерт Скучно Муж точно не назовешь Знаете Как завыл Свои твисты И вот они все Один на один Похожи Не-не-не-не У нас так все Разнообразно Ну и как небезнадежный Рассказчик Обязательно будет Юмор И что-то я расскажу Рассказывай наверное О песнях О их истории создания Так что 1 августа Ждем вас всех В Зинтере Будет Энергично Ну вот Раз мы заговорили Про рок-н-ролл Ведь в рок-н-ролле Очень Ну первая волна Вот рок-н-ролл Все играли В основном чужие композиции И на этом И на этом ведь Многие группы Выросли Именно вот если вспомнить Битлз Они там в Гамбурге Три года подряд играли Ну то что заказывали Пьяные матросы Вот в Гамбурге И потом Харрисон Говорил что без этого Битлз бы не было Потому что мы научились играть В вашей вот жизни Вот что было Знаете у нас одни и те же Учителя Потому что мой любимый Певец Как и любимый певец Джона Леннона И Пола Маккартни Это Литл Ричард Это совершенно сумасшедшая Ну вы помните И Люси Это такой прямо с хрустом Энергия сумасшедшая Но безусловно Вместе с ним Элвес Пресли И Карл Перкинс И конечно Чак Берри Вот Но дальше была И Битлз И Потяжелее Я любил послушать И Дитерпл И Грамфанк И Лет Зепплин Безусловно Кстати вот когда моя 20-летняя дочь В процессе становления Открыла для себя Замечательных ребят Под названием Мюз Она сказала Папа это Это вселенная Я говорю Послушаем космонавтов В первых В этой области И поставила Лет Зепплин Там второй альбом 69-го года Прошлого века И она говорит Это так в прошлом веке 69-м году Уже Нарезали Там ребята Там Рэмболон И там Холилот Лав Вот она была в восторге Так и поклонники Группы Фрэнс Фердинанд Могут Послушать Пожалуйста Роберт Сол Револьвер С чего все начиналось Там очень будет понятно Откуда ноги растут Так что Я так Здесь уже Сформированный Из Рэп-культура Не берет меня Я понимаю Энергетику И прочее Но оставляя это дело Молодым поклонникам Это логично Мой папа Тоже Никак не мог Въехать Ни в Грам-фанк Ни в Ледзеппель Не нравился ему Но через Битлз Через Мишел Естуды Потихонечку Через мелодичный Через Абу Так Когда ему было Под 80 Он уже слушал Земля Ветер Огонь И говорил Во Так что А вот в какой момент Вдруг Произошло Это переключение То есть Играть чужие песни На английском языке А вдруг Появился Русские слова Как это С чего Все это началось Ну Действительно Поколению Старше 50 Будет все понятно А остальным Чуть подробнее Объясню Когда Мы впервые Вот Будем Подростками Услышали все С Битлов Естественно Начиналось Раньше Чем ЛВС Пресли Я их услышал Это была программа В объективе Америка Вел ее Валентин Зорин А в качестве Заставки В телевизоре Почему Только пропустила Тогда Ну Была песня Can't buy my love Это первая песня Которую я научился Играть на гитаре Что я маме сказал Я хочу научиться Играть вот эту мелодию И было сложно Цифровочка Знаете Куда какой палец Ставить Вот И в до-мажоре Как сейчас я помню Я разучил эту песню Сейчас я могу ее спеть Но в соль уже Знаете Извините Такие ноты Там Пол Маккарт Не берешь Вот И Вот оттуда Это все шло А дальше Дальше ты понимаешь Что время Копирования Либо ты Песня что такое Это что ты хотел рассказать Либо ты что-то Рассказываешь свое Либо ты Обречен играть на танцах Все время и дальше Никуда не выйдешь Или в ресторане Поэтому Когда Со своим репертуаром Задача Первые попытки Были в группе Телефон Мы скорее все-таки Филиетон Написали Что я продолжала В зодчих Я не поэт Точно Вот я за себя могу сказать Не поэт Это вам говорит Человек Написавший Все тексты Браво В 90-е годы Но все-таки Это Такая Знаете Как вам сказать Потом В последних альбомах Я с Сережей Патрушевым Вместе делал И я придумал Припевы То есть Так называемые Крюки За которые Зацепляется Ваше ухо А вот всю Так сказать Поэтическую работу Дел за меня Сережа Патрушев И мы поэтому В соавторстве Везде стоим Но я не знаю Что важнее Важно Чтобы ты придумал О чем будет Этот рассказ И вот эту Придумать Словосочетание Вроде бы Коротенькое На которое ты Каждый слушатель Он за него Идет навстречу Цепляется за него И домысливает Песню сам Вот как хорошее кино Которое не Рожевывает все А дает возможность Самому найти Какие-то ответы На вопросы Которые в этом Крючочке В этом припеве Делаются Поэтому вот Отсюда Вот то что надо Блюз Шанхай Были первыми Моими такими Уже Зрелыми песнями В телефоне Я там Ролева Абрамовича Каскада Пел и прочее Филитона КВН такой Музыкальный А вот В Браво Это Была поставлена Задача Оказалось Что те песни Которые слышал На чистых прудах На катке В Москве В детстве Муслима Магомаева Кристалинской На подкорке Это все В чем Мой Сегодняшний Оригинальный стиль Это абсолютный Микс То есть Поженили Американский Рок-н-ролл И отечественную Эстраду 60-х годов Она тоже Очень талантливая И стало Самобытно Потому что Если мы брали И просто Переводили Даже Реписали Свои русские Тексты Вот у Майка Науменко В зоопарке Это гениально Было сделано Такой Ироничный Рок-н-ролльчик Но все-таки Вся музыка Она просто Как вы говорите Стандарт Понимаете А мы пошли Чуть дальше И стали писать Вот и Вася И оранжевый галстук Это оригинальные мелодии Которые Женя Хафтан Очень талантливо Написал А я туда Компилировал Вот этот текст А правда Что Вася должен был Быть Эдиком Да На первой репетиции Это все было сделано Я пришел И Женя Был печальным Таким Сказал Что на них Никто не ходит После ухода Гузаровой Два года Они с Женей Осиным Бились за зрителя Но зритель Входил на них плохо В тот момент И расставшись С Евгением Осиным Хафтан Сделал мне предложение И в глазах музыкантов Я огонька Никакого не видел Знаете Это был коллектив Который Имел когда-то Былую славу Два года назад А Жанна ушла И все И никто не хочет Не верит им зритель Хотя они все Очень качественно делали И вот Я сказал На первой репетиции Что нам нужна Идеология группы Точное понимание Кто мы И что мы делаем Все даже удивились Так А зачем Сказали Ну какую-то такую песню Я говорю Не-не-не-не Нам нужно У вас же Смотрите Новая волна У вас какие-то Попытки сделать Что-то в СКА Там В СОРФ-роке Но самое главное Что мне нравилось Браво даже С Агузаровой Это кошки Желтые ботинки Такой свинг И прямо Солнечная музыка Шестьдесят Которую я очень люблю И американскую Английскую И И Та что сделана На нашей земле Поэтому давайте Что-нибудь Женя говорит Ну вот у меня есть Такой вот риф Стали напевать Я говорю Ну видишь тут Прямо рассказ Здесь вот есть вопрос На это Каждый ответит Каждый ответит Шел такой стиляга И все ответят Конечно Эдик А Сережа Лапин Наш бас-гитарист Он докурил Беломор Так знаете Уже в конце Когда Такая пяточка В папироске И он так сказал За Эдика Нам наваляют С Кемеров Актеры Какой Эдик Где-нибудь там В таких рабочих местах Поэтому я говорю Ну давай пусть Ваня будет Он говорит Вася пусть будет Еще лучше Ну хотите Вася Женя Хафтан Я помню за голову схватился В тот момент Сказал Какой Вася Рок-контрол и Вася Ну вот это Вася Я говорю о ней Теперь в женском роде Потому что у меня внучку Так зовут Василиса И жизнь вообще Ну так сказать Поставила все точки над И понятно Хоть для чего Я это сочинял Как минимум И вот Вася стал Первым нашим Таким браво Прорывом хитом Насчет Вот Того как Многие ведь Российские группы Пытаются очаровать Запад Они поют Сочиняют на английском языке Песни Делают это Брейнсторм Это удалось Брейнсторм удалось Мне кажется Они сидят Эти товарищи На трех стульях Они поют И на русском И на английском И у них есть Все-таки На латышском На латышском Зрители Я сам был здесь На концерте Несколько лет назад В поле Рядом с Ариэтом И банком Я тоже там был Вот-вот Рейнсторм говорит Что ж ты не позвонил Мы к тебе Я говорю Да нет Я всегда беру билет Прихожу И смотрю Как преданный зритель Очень хорошая группа Очень хорошая группа Меня поразил тот момент Когда русские Поют латышские песни Когда они начали петь Скользкие улицы Я слышу что латыши Поют по-русски То есть Это сбитвауник дуэт Отличный Это какой-то вот момент Настоящей интеграции Какой общество Знаете к чести сказать Пусть какая-то Все-таки интрига И тайна будет Я с Рейнерсом Сидел Один раз в жюри Вместе Дальше у моей жены А жена у меня Режанкова У моей любимой Женщины Виолы Был день рождения В Риге Мы были в сентябре И я за неделю До дня рождения Взяла у Лаймы Телефон Рейнерса И набрал И говорю Я Валерий Сюткин Вот у меня просьба Вот такие Такая-то дата Можно ли вас Ангажировать Чтобы Брендстор сыграл Я заплачу Естественно Все как полагается Но чтобы Для супруги День рождения Очень мне поразило Как он нас реагировал На это он сказал Простите У меня вопрос А то что надо Песню Это вы написали? Это тот Валерий Сюткин? Я говорю Да-да Это я-я-я А как жаль Но ты сегодня Не со мной Тоже вы Я говорю Да, это мои слова Музыка Женихов Она сломает Вы знаете К сожалению Мы в отпуске И не сможем Выступить у вас все Но можно мы С гитаристом Приедем вдвоем И сыграем Для вашей женушки Песни И это вам Ничего не будет стоить Минуту молчания Я такой сидел Знаете И они приехали с цветами Был Интерс Бусулис И они устроили Такой джем Там латышский Настоящий Там звучало все Они моих сыграли Песен пять Я полез к ним на сцену Там еще был Миша С Лазаревой Они тоже пели ночью Устроили Настоящий Праздник Вот Так что Я очень Люблю Во-первых Здесь Бывать Я по жене Латышские крови у меня У меня латышка жена Поэтому мы здесь Получаем огромное удовольствие Уважение Деликатность всегда у меня Вот И поэтому И я вот как раз подвожу Подвожу вот к тому Что мы можем уже тоже устроить Латышский джем Да И песня Вот Я то что надо Вот маленький кусочек Можно вас попросить Да конечно На латышском языке Ага Значит помните Да Дай мне этот день Дай мне эту ночь Дай мне хоть один шанс И ты поймешь Я то что надо Дай мне этот день Дай мне эту ночь Дай мне хоть один шанс Да Вот это место Давайте На Да Снецман Я спею О чем сказать Я далек от политики Но такая человеческая задача Любого артиста В любом жанре Это объединять Пусть политики Разъединяют А мы будем наоборот Стараться Тихо Интеллигентно Своим творчеством Пригласили Я никогда не стараюсь Не делать никаких заявлений Потому что Это абсолютно Бессмысленно И это только Кого-то Раздражает И разъединяет А порадоваться Хорошему рок-н-роллу Первого августа В Динтере Это к нам Приходите Обязательно Да И кстати Вот организаторы Специально спланировали Чтобы начало было В 19.30 Чтобы те Кто приедет На электричке И собирается уехать На электричке У них был шанс Поймать вот эту Чтобы не сбежала Эта последняя электричка Если мы Так Заиграем себе Руку Поднимите в зале Электричка Валерий Мы сворачиваем концерт Все на электричку Ну а Скажите Вы уже Вы упомянули Ведь В дочь Я понимаю Что не пошла По Стопам отца Это знаете Такое дело Мне очень Нравится Позиция Михаила Михайловича Жванецкого Что такое вообще Воспитание Это просто Дети видят Вашу совесть Ваши поступки И исходя из них Строить свою жизнь Вот и все Бесполезно с ними Вот скажем Я помню Пятилетнюю дочери Делал напутствие Что она должна в жизни Так закашлялся И стал делать напутствие Лет через 10 спросил Ты кстати помнишь Я тебе говорил Вот тоже Сейчас вот Ты дошла Открытие такое для тебя Что порядочным быть выгодно Что надо быть добрее Ко всем И счастье Это она Она так смотрит на меня Когда вот Тогда вот Я помню Что ты кашлял А то что ты говорила Вот В этом и есть секрет Дети Воспитание Это просто процесс Вашего общения с ними Жизнь И они выстраивают Поэтому Как я могу повлиять Она в школе Моя дочь Виола Заболела Заболела театром В хорошем смысле Это слово Стала ставить спектакли Ребятам помладше Потом Галина Борисовна Волчек Спасибо ей большое Главный режиссер И худрук театра Современник Посоветовала В американском университете Но в Риме В Риме Филиал Бостонского университета Гуманитарного Я подумал Ух как здорово Часто видишься Все таки Знаете в Америку Человек улетел И все И ты его теряешь Потому что расстояние Видишь два раза в год А Такой же университет Есть в Париже В Риме И я навел справки Мы Закончили Мы Видите как семья Дочь моя Закончила В колледж Далиман Под Женевой И получила Интернешнл Балакавриат Что позволило Ей поступить Вот в этот Бостонский университет В Париже Филиал Она его окончила Она по-моему Там была единственной Из России Там в основном Американцы учатся Прямо Под них заточены Выучила не только Училась она на английском И там и там А потом она Выучила Французский Сама живя В Париже И с педагогами И на курсах И сама В быту Потому что Сами знаете Быстрее всего Учишь Вот так И закончила еще Сарбону Театральный факультет Потом еще после Еще два года Отучил Получишь еще Балакавриат Французский И вернула Сейчас в Москву И работает Руководителем Направления На фестивале Черешневый лес Вот недавние спектакли Павел Каплевич Ставил Кармен Показывали В одном из лучших Залов в Москве Потом сейчас Балет Бориса Эйвмана Всем известным Вот она Как промоутер Больше Ну и набирается Опыта И мечтает Все-таки Поставить И спектакли И что-то делать Но она Но она В этой Сфере Я вообще Считаю Что человек Который Хочет быть Музыкантом Обязательно Не надо Стесняться Быть Настройщиком Гитар В какой-нибудь Известной группе Изнутри Понимаете Человек Который Прошел От вешалки До Генерального Директора Знает Как работает Все Поэтому Я только Это приветствую Вот сейчас Она На фестиваль Черешневый лес Она приехала В Москву Не одна А с бойфрендом Знаете Как сейчас У молодежи Живут они И так Вместе Помогает Отец В семье Отец Ничего не помогает До 18 лет Я всех детей Ставлю на крыло Они абсолютно Самостоятельно В финансах Они вот работают Зарабатывают На это живут И Что достойно Уважения И Но работает Много И работает Как Детям Какие-то Продолжает спектакли Ставит Благотворительные У нее есть Направление Что я в качестве То есть Она В своем океане Ее океан Называется Театр Вот А мой Музыка Но они иногда Это абсолютно нормально Это здорово Мне наоборот Даже так Лучше А то бы были Знаете Все время Подколы Претензии Что кто-то Кого-то Вы знаете Сплошь и рядом У нас Это не просто Быть ребенку Гораздо сложнее Я думаю Даже Человеку Рожденному В музыкальной семье Конечно Отец Всегда Уберет Лишние движения Но Доказывать Будет Очень сложно Ну что же Мы сейчас Буквально Ненадолго Прервемся После чего Продолжим Валерий Сюткин У нас в студии Микс Ну а мы Вновь В эфире Валерий Сюткин У нас сегодня Вот как раз Мы заговорили О том Сколько песен Вот сколько песен Остается после Ну вот Человека И вот Действительно Ведь Наверное Мало Найти Ну мало Можно найти Музыкантов Вот На российской Есть ради У которых Есть Ну вот Столько Хитов Как у вас Что вот Ну называешь Строчку И дальше Человек мог Вот чесать Вот просто Вот совершенно Ну это конечно Юрий Антонов Ну да А Пугачёвы Это просто Это Артисты Поколенческие Понимаете Которые Несколько поколений Их песен И я по сей день С большим удовольствием Подпеваю И слушаю Конечно Много Мы всегда Конкурировали С группой Любе С Холера С Торгуем С моим другом Вот у него Замечательно У Кузьмина Великолепные песни У Саши Иванова Из Ронда Кстати И так Мне кажется Незаслуженно Редко его вспоминают А у него Великолепный Гандикап Да Ну Лёня Агутин Ну это уже Чуть моложе А мои Это Мазай Сколик Ильдеев Моральный кодекс Вот ровесники Конец 50-х Впереди нас Я всегда Вот Привожу пример С космонавтами Почему Понятно Многие говорят А сегодня Почему в музыке Нет таких открытий Ну Потому что Была Сложившаяся Музыкальная Палитра И Битлз И нарушили И многие Как Фрэнк Сенатор Не очень радовались Появлению Битлз Потому что Это совершенно Другая культура Молодых Тех И она Естественно Была Попроще Полегче К восприятию Потому что Сенатор пел Сопровождение Оркестра Была оркестровая музыка Аранжировки писали Образованнейшие люди Туда не попадали Ребята Из Ливерпульских доков А Битлз Вот именно это Еще сделали Понимаете Это такая Первая Самодеятельность Если хотите Но очень искренне Вална И безумно Талантливая Ведь они же Потом бегали За этим Джорджем Мартин Кричали А что это за инструмент А как Вот вернуть Винтись Джордж Мартин У него Очень большую лепту Ну тут просто Гении Леннона и Маккартни Харрисона и Стара Что они все вместе Вот в такую Дружную команду Создали И 10 лет Подарили миру Такое огромное количество Мелодий Прежде всего Мелодии Понимаете Ладно мы изобрели Фанк Замечательной музыкой Джеймса Брауна Спасибо Но там все таки На ритме все А здесь мелодия Ее сложнее Ее из тюбика Не выдавишь И не скопируешь Из африканского племени Зацепив Так сказать И суть Поэтому У каждого поколения Свая Так вот Битлз Ладзеппелин Земля, ветер, огонь Вот в эти десятилетия Роллинг Стоун Безуслов Это Так же как я скажу А назовите космонавтов Первых Скажите Титов Нет скажите Гагарин Гагарин Титов Терешкова Леонов Комаров Егоров и актистов А потом вот как бы И да Вот видите Кто сегодня на орбите Труицы Ну Труд не стал менее Рискованным Или легким Он просто Мы немножко привыкли И во всем мире Это ответ Почему Не русскоязычные группы Поющие на английском Не могут добиться результата Потому что Они вторичны В лучшем случае А в основном Это третий Или четвертый Уже Заход В том или ином направлении А мир любит Первоисточники Он любит Вот в живописи Вот во Модельяне Есть Вот это первоисточник Дальше последователей Было много Битлз есть Первоисточник Лот Зеппелин Первоисточник Дю Пёрпл Чуть в сторону Тоже первоисточник Потому что Все-таки У них у всех Своя есть Точная Впервые Высказанная Идея А музыканты Которые Сегодня Творят И в России И пытаются Петь на английском Достаточно Утопично Во-первых Чтобы на языке Выразить свои чувства Его надо знать Все-таки На уровне Оттенков Чувств А не на Туристическом Бытовом Как я I know English Like a circus dog Как цирковая собака Я его знаю Понимаете Это не Это не позволяет Писать песни Будет очень примитивно Ведь вот есть Ещё один момент Вот Beatles После распада Лиаба Как только они расходятся Вот как будто бы Что-то выключается То есть Ну вот это То На каждом альбоме Все-все-все хиты Ну хорошо Пол Маккартни У него и были Там прекрасные песни После Но всё-таки Ну Леннона Да Харрисона Но всё равно Ну а вот Химия Ничего не сделано Вот это химия Да Конечно И Stings Полис И Stings Отдельно Это раны Величины Всё Но Вот такого Такой химии Как с Энди Саммерсом Ну он нашёл Потом Естественно Много лет Поиска Дало Доминика Миллера Ему В качестве Верного Аранжировщика Стингу Я имею ввиду Но Леннона Маккартни Это люди С разных планет Абсолютно Казалось бы По мировоззрению Но детство Вместе Вышли на сцену И соревновательность Такая Давала Колоссальные плоды Вы же знаете Что подписывая Все свои песни Лена Маккартни Всю вторую Часть Творчества Битлз Это было уже Как некой Догмой Как они договорились А песни уже Рождались отдельно Но Вот это Химия Всегда даёт И хочу вам Честно сказать Я могу Это не понаслышке У нас Извините Я не провожу Никаких Аналогов По вкладу В мировое искусство Но по самой сути Создания песен У меня с Женей Хафтановым Это абсолютно Та же история То есть Я Энергичный Общительный И Лёгкий Женя Замкнутый Очень талантливый И оригинальный В своих мелодиях И Тяжеловатый В принятии решений Такой Не такой Холерик Скажем Более спокойный человек И вместе Когда ты К одной и той же теме Прикасаешься Получается Нестандартный результат Это кстати Вам Самое сильное Всем начинающим Музыкантам Из Латвии И из России Пользуясь случаем Хочу сказать Пишите Учитесь писать песни Никто не знает Как Как это делается И людям кажется Я не умею Мне не дано Роллинг Стоунс Так говорили Долго Такие тричат Я вспоминаю Мемуары Заперли Да в комнате А знаете Я читал недавно Историю Битлз Такую Ну Очередную версию И для меня Было открытие Что А вон обе Мэна Им подарили Лена на Маккарне Пришли к ним На репетиционную базу И сказали Ребят Ну что вы тут Вот очередной кавер Они говорят Давайте мы вам напишем Прямо сейчас В качестве Если хотите Еще и Такого творческого Щелбана Что ли Или такого Шлепка Подзатыльничка Такого Сказали Вот давайте А вышли Когда Лена Сказала Маккарне Полом И не слишком Что-то разбрасывается По-моему Песня И они кстати Битлз тоже Потом сделали Но вот Заперли Киса и Мика В комнате И они выдали Потихонечку И до сих пор Радуют мир Своими А я вспоминаю Я был на их концерте В прошлом году Кстати Горжусь Детям показал Что такое Им же За 70 75 Мик Джаггер Вот сейчас После операции На сердце Чего рваться Еще почаще Постарше Он вообще То есть Пост такой Пенсионный Возг зажигают Абсолютно Нет Это абсолютная Победа Причем Знаете В них что В них И вы сидите Это есть Это какая-то Легкая самоирония Как будто Чуть-чуть Несерьезно Не Строит же себя Ангус Янг 15-летнего Гитариста Но вот Ты смотришь Как он это делает С такой улыбочкой Работает Два часа Как 14 Так люди Не столько энергии Нет И я просто Стоя аплодирую И Мику И Кису И Чарли Уассу И Ронни Вуду И безусловно И Сидис И все Это великие Это люди на своем месте Валерий А вот скажите Наверняка ведь Огромное количество поклонников Просят вас фотографироваться с ними Но ведь Вот вы сейчас Таким восторгом говорите Про этих великих Вот было ли Ну вот С какими-то музыкантами С которыми вы уже Вот просили Сделать совместное фото Да Я долгое время Вот знаете Когда начал Судьба Начала дарить Такие подарки Как вот Пришел ты на концерт И промоутер И твои знакомые друзья И вот вам пожалуйста Сэр Пол Маккартни Я помню как он приехал Я так сказал Ну как-то неприлично Что я буду потом показывать Как будто мы знакомы что ли Это все равно Что какой-то мальчишка Из Алматы Подойдет Попросит сняться А потом будет Расскажет Что мы друзья с Валерием Зюткиным Вот как-то я поставил Сопоставил И не помню Не пошел фотографироваться Дальше Первой такой фотографией Был Миша Шац Страшный фанат ACDC И мы полетели В Стокгольм На их концерт Они в России не работали А в Стокгольме Мы во дворце спорта Пролетели на концерты С утра в гостинице Миша мне толкает И говорит Там Грусьянка Где вы слева На завтраке Ну там секьюрити стоят Чуть поодаль Так Я подошел Я правильный ход сделал Я подошел к секьюрити Сказал Что мы музыканты из России И очень бы хотелось Когда будет удобно Сделать деликатно Санглсьянка фотографии Он говорит Сейчас будем выходить Из-за отеля Вам гарантирую Он сказал Оценив нашу деликатность Его секьюрити Мы выходили Да он всех от всех растолкал Там люди Такая оградка Знаете Ждут фанаты Выхода из отеля А мы изнутри Вместе с завтрака вышли Ничего мы Не мешали ему выходить И нас сам начальник охраны подводит Мы встали С Мишей вдвоем Сфотографировались И я понял Что можно делать так Деликатно Дальше были у нас Частные мероприятия Где я его Кстати вел Это мероприятие И мне организаторы Ты только не удивляйся Ты вот представляй Первым в списке Был Крис Бати Замечательный Трубач Мировой Сегодня на самом деле Самый востребованный Трубач Наверное Вот работающий В таком жанре Красивых мелодий Когда я его объявил И повернулся Чтобы Сойти со сцены Я столкнулся Просто Наскочил на человека Знаете Так отпрянул И он говорит I am next Это был стинг Стинг Вот Поэтому конечно Я не упустил Возможность Сфотографироваться Ну а дальше Моим пиком Вот этой вот Собирательности Фото Был Сэр Тон Джонс В Москве проходила Вечеринка В английском стиле Респектабельные люди Делали там Презентацию Своей компании И Я не уполномочен Ее называть Потому что Деликатный человек В этих вопросах Но Это было очень торжественно На берегу Москва реки Построили шатер Открывал Лондонский Королевский Симфонический оркестр Мы со Святославом Белзой Вели все это еще В качестве Мастеров церемоний Были вместе с ним И Потом вторую часть Вел я Уже эстрадную А эстрадную часть Представлял Сэр Том Джонс И наша задача Была с ним Вместе Вместе Подчеркиваю Спеть Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday И вот это Название компании Happy birthday to you И Видимо для этого Меня попросили И меня представляет Режиссер концерта Вот Валерий Вот сэр Том Джонс Мы договорились Что фа-мажоре Мы это делаем Дальше я должен был сказать А сейчас для вас Снова Сэр Том Джонс И он Сэкс Бомб Дилайло И Шезе Леди Еще Так сказать На бис Вот после этого торта В середине его концерта Вот этот мой номер Причем Когда он вышел Рядом с ним стояло Четверо Секьюрити Которые сказали Don't touch No photo No picture Там все Так очень строго И Когда я вышел петь Happy birthday Мы выходим И я так говорю Happy birthday Он так говорит своим музыкантам Да он отлично поет Зачем я ему нужен Чтобы не делать вот этого И ушел И я в какой-то мере Сделал работу за него Я думаю Она была Неплохо оплачивала Еще бы да Донорар бы Да А он вернулся И когда я сказал А сейчас Снова Сэр Том Джонс Секс бомб И они вот Помнишь там Длинное вступление И все это вступление Он меня обнимал Целовал И делал так По плечам Давай сынок Молодец Под затыльник И к счастью Фотографы были В шеф-зале Это сняли И потом На следующий день Шантажировали Мне позвонил Фотограф И говорит Ну Валерий С вас Магарыч Тут такое есть И у меня есть снимки Где меня обнимают Макаревич Помню Андрей Сказал На следующий день Когда я показал Ему снимок А что ты ему сделал Шевидно Что это не так Знаете И самый еще Лестный для меня Это был Мы работали Олег Тиньков Есть известный банкир Он отмечал 20-летие своей свадьбы С Риной на Байкале Я был в качестве гостя Не работал А хедлайнером Был музыкальный Брайан Ферри Брайан Ферри Сыграл свой сет И дальше Диджей стал Крутить музыку Но как-то знаете Народу хотелось Чего-то живого И Олег мне сказал Валер Сделай Я говорю У меня никаких Фонограмм с собой нет Но был там Ансамбль народных Бурятских инструментов И там были Молодые ребята Тоже участвовали И они сказали Давайте мы вам Что-нибудь подыграем Ну там Рокоран Заклок Или вашу Семь тысяч Над землей И песен 5 Мы вместе с этим Бурятским Накатили Даже там не балалайки А вот национальный Бурятский инструмент Хипковый Контрабас Правда Аккордеон Логично Весело В 19.30 Всех ждем Ну а еще У меня остался Наверное Такой вот Ключевой вопрос Что делает песня Хитом Вот ведь Есть огромное количество Песен Из них запоминаются Вот Единицы Есть артисты Ну очень Талантливые Вроде бы Но вот Но нету Этой вот Песни Вот которая Вот И когда Становится ясно Что вот это Да Вот ты держишь В руках Этот хит Ну во-первых Делает Очень важно Удача Делают Песню Хитом Удача Состоит И в том Чтобы это было В тот момент Когда это необходимо Чтобы это было В нужный момент В нужном месте С нужными музыкантами Потому что иногда Песню делают Мега титулованные Аранжировщики И уходят из нее Вот то что делает Ее вот такой Простой Она становится Слишком Филигранно Ремесленно Сделанной Вот удача Но Когда люди Приносят мне песни Говорят Это хит Сто процентный Поти Я уже На 99,9 Уверен Что это не хит Потому что Я когда писал Песни Ставшие хитами Не думал Что они такими будут Какая-то Может быть Доля надежды была Но я не мог Их выделить Песня Семь тысячной землей Вообще не входила В сингл Из трех песен С моего дебютного альбома Там была Гуру Как сейчас помню Мне казалось Что вот это Что там Программный припев Пока все идет Как надо Улыбайся И жизнь пойдет Темпе вальса Вот такой Такой посыл А в семь тысячной землей Такая лирическая И все говорили Продюсеры А как под нее танцевать Сейчас вот танцевали Нужна Нужна Аля Я говорю Слушай Давай ее Третью песню Возьмем Гуру Сержант Не спеши И вот она Ни гуру Ни сержант Не спеши И близко Не достигли Потому что вдруг Раз И Я ничего не делал Не звонил По радиостанциям Поставьте меня Пожалуйста Просто ее Разослали И все Стали заказывать Москва-Нева Это посвежение Несколько лет назад Уже время летит Стремительно Но она была Тоже Вот так же Подхвачена В потоке Мне говорили Генеральные директора Радиостанции Валера Тебе там за 50 А ты конкурируешь Там с Дмитрием Биланом И там с Лазаревым С людьми У которых Фэн-клубы Эти Соцсети Миллионные Они же закидывают Своими Радиостанциями Сегодня работают По Щупая в аудиторию А тебя заказывают Вот с песней Москва-Нева Это что такое Это победа Большая Наша Вместе с Ромарио С автором песни Поэтому песню делают Хорошую песню Нельзя сконструировать Или выдавить из тюбика Что-то Должно Произойти В вашей жизни Прочитанная книга Увиденный кинофильм Эмоция Изначально Эмоции Иногда просто Крюк такой Знаете Ля-ля-ля Тополя Как у Би-2 Крюк А на него Точно выстраивается Но Все делает Слушатель Они голосуют Либо мы принимаем Либо не принимаем И иногда Эстетские Тонкие произведения Конечно В данном случае Имеют меньше шансов Чем простая Незатейливая Иногда Глупенькая Мелодия А вот Мы заговорили Про соцсети Действительно Ведь я знаю Что Ну и у вас Есть инстаграм И у вашей Собачки Есть инстаграм Ну собачка Это конечно Жена и дочь Наше чудо Как-то старается Баловать И Вот скажу вам честно Олег Если бы невозможность Приглашать на концерт Ни одного дня Ни в какой Соцсети Меня бы не было Почему Ну вдумайтесь сами Вот я иду по улице Подхожу к вам И говорю Вот смотрите Мы незнакомые Добрый день Посмотрите У меня вот ряд фотографий С собой Вот это я ел сегодня с утра Вот это я на отдыхе там Давайте дружить Ну в этом есть какая-то У нас Эти все гаджеты В детстве мы по-другому Это слово использовали Гаджеты Они сделаны Чтобы экономить время По идее Чтобы вы могли быстро найти информацию Куда Но они съели все наше время Нам некогда Поработать над собой Увидеть фильм Почувствовать что-то в сердце И подумать наедине Вот так как бы я Что Мы тут же выкладываем Был в кино Это я Это я после фильма Это здесь Это с мороженым Во время фильма Все Мы себе Все Все наше время Затянули В эти маленькие экранчики И это Не делает нас лучше Точно знаю Поэтому Но это время Хотите Приглашать 1 августа В Дзинтере На концерт Помимо нашего Сегодняшнего эфира Я использую Все возможности Того времени Который мне дает Чтобы пригласить Зрителей И Порадоваться Вместе с ними Процессу Вот и все Остальное Разными уже делает Способность работать Поэтому у кого-то Как у Ольги За 10 миллионов У Мика Джаггера 1 и 2 Но я выбираю Джаггера А мы выбираем Валерия Сюткина И Вот к сожалению У нас время так быстро Пролетело Пронеслось Мы хотели Наверное Закончить Нашу сегодняшнюю встречу Композиции С Альбома Сюткин Light Jazz Я понимаю Что будут тоже И джазовые Какие-то Но не без этого У меня музыканты Выше квалификации Очень большая Действительно Программа Где будет все Рок-н-ролл Старые хиты Новые вещи Джазовые вещи Рок-н-роллы Классические Приходите 1 августа Концертный зал Зинтери Говорим огромное спасибо Валерию Сюткину Спасибо Мы с Балтик Интернешнл Концерт ждем вас Добрый вечер А что это значит Значит день был По-доброму начат